Борис Андреевич Богатков. Ачинск, Новосибирск, 20 век. Перед наступлением метров 200 совсем немного отделяют от нас лесок. Кажется, велика ли дорога? Лишь один небольшой бросок. Только знает наша охрана, дорога не так близка. Перед нами ничья поляна, а враги у того леска. В нем таятся фашистские дзоты, жестким снегом их занесло. Вороненые пулеметы в нашу сторону смотрят зло. Магазины свинцом набиты, часовой не смыкает глаз. Страх-то я стерегут бандиты степь, захваченную у нас. За врагами я, парень русский, наблюдаю гневно дыша. Палец твердо лежит на спуске безотказного ППШ. Впереди города пустые, нераспаханные поля. Тяжко знать, что моя Россия от того леска не моя. Посмотрю на друзей гвардейцев. Брови сдвинули, помрачнев, как и мне. Им сжимает сердце справедливый, священный гнев. Поклялись мы, что встанем снова на родимые рубежи. И в минуты битвы суровой нас, гвардейцев, не устрашит ливень пуль, сносящий пилотки и оживший немецкий дзод. Только бы прозвучал короткий, долгожданный приказ. Вперед! Возвращение. Пара шагов от стены к окну, немного больше в длину, ставшая привычной уже комнатка на втором этаже. В нее ты совсем недавно вошел, поставил в угол костыль, походный мешок опустил на стол, смахнул с подоконника пыль и присел, растворив окно. Открылся тебе забытый давно мир. Вверху голубой простор, ниже зеленый двор, поодаль, где огород черемухи куст цветет. И вспомнил ты вид из другого жилья. Разбитые блиндажи, задымленные поля, срезанные пулями ржи. Плохую погоду, солнечный день, когда, бросая густую тень, хищный юнкерс кружил. Черный крест на белом кресте, свастика на хвосте, юнкерс камнем стремился вниз. И выходил из пике, авиабомб пронзительный виск. Грохот невдалеке. Вспомнил ты, ощутимый щекой, холод земли сырой. Соседа, закрывшего голой рукой голову в каске стальной. Пота и пороха крепкий запах. Вспомнил ты, как небо, закрыв бесформенным зверем на огненных лапах, вздыбился с ревом взрыв. Хорошо познав на войне, как срок разлуки тяжел, ты из госпиталя к жене все-таки не пришел. И вот ожидаешь ты встречи с ней в комнатке на этаже втором о судьбе и беде своей, честно сказав письмом. Ты так поступил, хоть уверен в том, что в ваша любовь сильна, с улыбкой войдет жена и руки, наполненные теплом, протянет к тебе она.